Виктор, вы в последнее время активизировались, а также критикуете современную науку, правыми словами оскорбляете популярных ученых вроде Сурдина, не хотите пообщаться напрямую. Сурдин тоже сейчас активно делает лекции в виде трансляции, например. Думаю, интересное шоу получилось бы вроде дебатов. Удочку им закинул, даже ответили вроде как подумают. Без проблем с любыми учеными. Мы говорим только, правда, если ученые лжи, мы так и говорим, но без всяких ярлыков и так далее. Очень реже вы готовы пообщаться с кем угодно. Просто отдать возможность зрителю, сравнить две точки зрения и понять, какая является корректно, какая не является. Хоть с Сурдином, с кем угодно. С любыми учеными мы готовы общаться в любых форматах. Без проблем. Об уменьшении количества верующих в Британии. Тут проходит забавная информация, что по результатам опроса количество верующих в Британии сменилось с 5-10% до 40%. Это связано с тем, что британцы перешли на осмысленный выбор религии. То есть сидит такой британец и думает, в кого же мне верить, в кого же не верить. Верят ли мне в Буду, или в Аллаха, или в Иисуса. Кто-то сидит такой, думает, выбирает все конференции и осознанно принимает решение. Что можно сказать по этому поводу? Это просто навязывание штампов внешнему миру. Вот типа марашки. Делайте, как делают британцы. Британцы сейчас осмысляют, в кого бы им веровать. В результате у них количество верующих снижается. И что там у них нет никакого осмысления в Британии? Это просто дрессировка скотательная. Дрессировка вас. Для того, чтобы вы отказывались от своей природной исторической религиозности, которая в вашем месте проживания, в историческом реале проживания, вам надо от этой религии отказаться. Надо от всех государственных инструментов отказаться, чтобы стать слабым этносом, слабым народом, слабо организованным народом, чтобы когда вас начнут с ваших территорий прогонять, изгонять, когда вас на ваших территориях начнут уничтожать, чтобы вы не могли сопротивляться. Вот это обычная деятельность Британии. Поэтому ко всем вот таким информационным вбросам относиться надо очень осторожно. Если вам рекламируют отказ от религии, садомию в любых видах, лженауку в любых видах, отношение к семье, к браку, к конститутам семьи, что надо уйти от этого всего, это обычное влияние садомитов на ваш мозг, чтобы мы становились слабыми девчонками. Вопрос. Могут ли две частицы пересекаться в пространстве? Я вроде видео не пропускаю, но твитами не видел. Ну, понять бы, что вы подразумеваете под пересекаться. Ну, давайте для понимания частица, это у нас диполь, скажем, неуравновешенный диполь в большинстве случаев. Мы взяли вот один объект, обращается вокруг второго, да, когда у него неуравновешенность получается такое обращение, обращается вокруг второго. Вот так вот картинку создали. На самом деле картинка, я думаю, вот растая далеко-далеко, пульса большая, такая пустая область, и в ней обращается. То есть частица, это в основном пустота, которая в этой пустоте, разнесенная в масштабах на очень большие расстояния, обращаются друг от друга объектами. Допустим, может быть непростой диполь, может много объектов обращаться. В это разнесено на очень большие расстояния, ну, микро расстояния, но они в масштабе все равно очень большие. И вторая же такая пустая частица, и возможно ли, чтобы они как-то пересекались, чтобы где-то внутри этой пустоты могла вторая частица. В определенных силовых границах это возможно. И в этом смысле мы можем сказать, что, да, пересекаются. Более того, если так рассуждать, что в исторических решетках, да, пересекаются частично эти диполи, потому что на внешних орбитах происходит зацепление. И принципиально две летящие частицы тоже могут заходить границы друг друга с силовым взаимодействием в дальнейшем. Это и это... Ну, опять же, когда сталкиваются две частицы, допустим, в каких-то технических устройствах, это действительно они... Не то что... Они сам удаляются именно... Не мяском, как бы это можно было выразиться на уровне мясника. А яйца удаляются именно силовыми полями. А силовые поля окружают объекты. Заединиться, наверное, квадрат, окружают объекты. Чем ближе, тем нарастает сила, но, скажем, это не... Оно не бьются частицы с корлупками, как у яичка. Они бьются друг от друга все равно на расстоянии. Это силовое воздействие позволяет им соударяться или осуществлять то, что мы понимаем как соударение вещества. Да, но, на самом деле, это соударение в рамках полей. Ну, вопрос такой у вас получается глубинный. Далее. Требуется ли мне гомеоморфическое образование? Вот. Ну, это прям такой веселящий вопрос. Гомеоморфическое образование не может пригодиться нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. Единственное, только в рамках всех вот этих жуликов, которые занимаются гомотопиями. Одно может, когда один жулик платите другому зарплату за счет государственных фондов. Моим жуликам, пожалуйста, платите зарплату. И в рамках другой честной схемы это никак не может пригодиться. Государство – спонсор геноцида. Вот эта формулировка как раз подходящая для Британии, которая регулярно организовывает геноциды по всему миру. Сейчас геноцид в Украине по отношению к единому русскому народу, включающему себя украинцев, белорусов и русских – это как раз геноцид, который устраивает Британия в результате своей интервенции в Украину. Британия – это государство способом геноцида. Вот надо признавать, что Британия организовала геноциды в отношении немцев, геноциды в отношении евреев, геноциды в отношении русских и так далее. Все эти геноциды организовала одно государство – Британия. На территории просто геноцид китайцев, геноцид индусов, геноцид иранцев – это все Британия как государство – спонсор геноцида. Это должно быть признано. Должны быть сняты фильмы, художественные произведения должны быть написаны на эти темы. По каждому случаю, что сделала Британия с Германией, должно быть написано, что сделала Британия с Россией и пошло-поехало. По каждому с Ирландией, Шотландией, со всем, что сделала Британия, по каждому должно быть произведение, яркий фильм, который должен быть. Немец посмотрел и знал, кто организовал геноцид, кто взрастил Гитлера, кто заставил Гитлера кидаться на Россию, кто столкнул два народа, чтобы были такие жертвы, чтобы миллионами покрывались. Это человек должен посмотреть. Один раз посмотрел, запонял, и дальше он знал, что сделала Британия с Германией. Француз должен посмотреть, что сделала Британия с Францией. Виктор, политика России по отношению к Украине не направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону здоровые силы в Украине. Эти здоровые силы могли бы быть выражены в рядовых обычных гражданах Украины, у которых была бы внутренняя поддержка всего, что делает Россия, несмотря на местную пропаганду. Но сейчас, после того, как люди, отвечающие за политику России, сделали жизнь обычных граждан невыносимой, обычные граждане начинают осознавать, что воюют с ними тоже. Я, может быть, глубоко некомпетентный человек, но у меня, как у некомпетентного человека, мнение, что политика России могла бы быть другой граждан Украины. Люди подневольные, они не управляют процентами в своей стране. Вот представьте, вы дали одним, одной группе людей в руки оружие, а другим запретили сопротивляться, вы сажаете в тюрьму, когда они сопротивляются. Естественно, тот, кто имеет оружие, тот делает свое дело. Он подходит к бузину такой, опс, и нет бузины. И все остальные граждане Украины смотрят, что можно подойти и вы очень хорошего человека. Бузина-то вообще очень, очень, очень яркий, грамотный, честный, любящий Украину человек, которого просто завалили, как взяли и завалили. Никто за это не принес ответственности. И все граждане Украины это знают. Они знают, что и любой другой человек, который будет занимать активную гражданскую позицию, тоже будет пристрелен, прибален, уничтожен, наказан и так далее. Поэтому вот то, что вы говорите, какую бы политику, добрую, недобрую, белая Россия, это ничего вообще-то, бессмысленно. Люди на Украине подневольно не имеют возможности вражать свое мнение. Дальше. Уничтожение Дома профсоюзов в Одессе. Ну взяли вот прям, ну реально, уничтожали людей. А вы говорите, компетентные вы, некомпетентные, сделали жизнь обычную граждан невыносимую. Россия сделала жизнь обычную граждан невыносимую. Да, да, да. Это вообще не связанные вещи. Формирование украинского мнения, это просто вливание одной точки зрения на их расточных смертельных примерах, опасных для здоровья примерах. Если у тебя в телефоне нашли материалы такие, это значит, ты будешь наказан. Это прям жесткая схема воздействия на граждан Украины. Поэтому что вы тут пишете? Ну это наивно то, что вы пишете. Как бы там Россия какие бы позиции не занимала, Россия уже виновата во всем. Это не важно. Что скажут им через Советовое Замберевание, то они будут повторять большая часть населения. Как здорово, что вы с командой стали каждый день выпускать ролики. Спасибо большое людям, которые дают нам эти возможности. И есть прям вот люди, которые из года в год для нашего движения, делают на постоянной основе важные, важные, важные шаги, важные поступки. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Коммунизм. Коммунизм. Это теория ни разу не реализованная на практике. Хватит на него гнать. Ни в одной стороне коммунизма никогда не было. Коммунизма не было. Значит, не надо на него гнать. Значит, надо, чтобы он продолжал оболванивать головы молодых людей. Значит, надо продолжать движение, тыканье в этот тупик, чтобы мы еще раз и еще раз тыкали в тупик. Ваше предложение не является в меня его. Не могу с ним согласиться. Про коммунизм надо говорить правду. Далее. Появилось пространство. Это просто рука-лицо. А как вы объясняете отсутствие пространства? Как это вообще возможно? Если пространство – это и есть ничто, как у вас ничто появилось из ничего? Тогда можно сказать, что ничего и не произошло. Ну, спасибо. Хорошо подмечено. Ну, правда, люди этого не понимают. Некоторых таких вещей, очевидных, люди не видят. И спасибо, что вы это видите. Есть центробежная сила, которую Катюшев не учитывает. Ну, уже такие претензии как бы нелогичные. Именно учитываем. Мы все сразу учитываем. Вот и центробежная, и центростремительная мы учитываем. Мы взяли для равновесия, построили схему, где как раз учитываются и центробежная, и центростремительная. Вот. А для разбитого вселенной – центробежная, центростремительная. Ну, при разбитии вселенной у вас нет фактора такого, чтобы вы могли вот этот ваш разбит вселенной скомпенсировать. Ну, скомпенсировать две силы – центробежную, центростремительную. Это никак не связано у вас со столом. Даже если модель ваша была адекватна, что-то разлетается внутри. Разлетается на тех же принципах, как и взаимодействовать внутри. У вас не может жить. Одно взаимодействие вдоль, а другое – поперек. У вас одно взаимодействие надо будет. Вот, кстати, на одном взаимодействии оно у вас и разлетается. И должно еще как-то центробежную, центростремительную на уровне из планетарных систем соразмерно образовать. Так вот, на уровне планетарных систем у вас не получилось бы никаких планетарных систем по той простой причине, что вот этот вот разлет, он был бы на тех же скоростях, что и планетарных. То есть у вас для планетарности вокруг центра не хватает времени. Не для частных планетарностей не хватает времени. У вас все это на прямом протяжении могло бы только моментальное склупывание перерасти. Вот только разлет начался, еще никакие там не закружились планетарные системы, никакие галактики не образовывались. У них технически бы не было времени. На это оно все просто так «вжик-вжик-вжик». И вот пока вот этот вот «вжик-вжик» делается, да, разлет и склупывание назад, вот за это склупывание не успели бы накрутиться, вот эта старая система или вот миллиарды лет накручивания бы не получились. Это невозможно. Ведь как только у вас одна сила на разлет и склупывание и на планетарные движения внутри, у вас не получается. Силовая картина, вот эта вот картина, то, что вы видите, на замокном. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. 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 Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Редактор субтитров Мойiels Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»